И всем привет! С вами я, Александр Косочков, и в этом видеоролике я буду играть в CS Global Offensive. Ну, она для вас CSGO. Так, как вы знаете, я в неё давно не играл, и вот сейчас я зашёл и увидел офигенную карту Canals. На самом деле, я её уже давно увидел, но просто я как-то не обращал на неё внимания. Этот видеоролик сделан специально, чтобы показать, где на этой карте можно спрятаться. Да, вообще здесь почти нигде нельзя спрятаться, но если так подумать и попробовать здесь её всё обследовать, что я сегодня сделаю. Например, если спрыгну сюда... Да, ничего не получится, я только тебя убью, наверное. Да, ладно. Ну, давайте попробуем... Здесь можно, наверное, что-нибудь сделать. То есть я первый раз, наверное, на этой карте. Да, я на неё заходил, но я на неё не поиграл, поэтому и решил сделать для этого специальный видеоролик, где я её смотрю. Так, здесь написано стрелочка. Значит, здесь, если вот здесь спрятаться, здесь можно настрелиться. Ладно. Так, здесь ещё дверь. Здесь, B. Карта. Чего интересного нету. Так, граффити. Такая картинка, которую я где-то уже видел. Ладно. Чтобы осматривать дальше эту карту. Как вы знаете, я поменял немного некоторое оружие, которые здесь у меня были. То есть у меня новый пистолет. Сейчас я его покажу. То есть вот он. Немного такой странный, но это офигенное оружие. Если честно, мне оно нравится. Пистолет. Который тоже очень прикольный. Вот он. Мне как-то он тоже нравится. Он новый. Я его нигде ещё не показывал в видеороликах. Поэтому для меня он новый. Так. Также есть, ну, нож Градиент вы видели, потому что он не новый. Потому что новых ножей пока что я не видел в CSGO. Но, думаю, всё-таки их когда-нибудь, наверное, добавят. Ладно. На этой карте ещё опять эта картинка. Я не знаю, что это точно она означает. Но, видимо, она что-то означает такое. Не такое. Так. Бесконечный. Да. Значит, эта карта бесконечная. И проходить её можно вечно. Потому что, как вы знаете, CSGO она без конца. И в неё можно играть. Ну. Вечно, в общем, да. Так. Ладно. Граффити. Так. Здесь какие-то написаны даже вон. Русские буквы вроде. Или нет. Покасалось, наверное. Ну, ладно. Дальше. Здесь можно тоже спрятаться. Наверное. Для меня это прикольное очень место. Отсюда можно убивать тех, кто выйдет отсюда. И кто выйдет оттуда. Мне это место нравится. Так. Здесь B. Значит, если там B. Вот. Даже, смотрите. Две стрелки мне дали. Даже три где-то было. Там было где-то ещё. Так. Окей. Здесь, значит, опять это граффити. Я здесь уже был. Так. Так. Здесь нету. Здесь, значит, конец карты. Значит, что здесь дальше? Так. Значит, что дальше? Окей. Здесь, значит, смотрите, что мы можем увидеть. Значит. Здесь дверь. Обычная дверь. Ну, как обычная. Она, конечно, не обычная. Она что-то закрывает. То есть, за этой хренью есть какая-то всё-таки комната. Ну, точнее, это не точно. Я думаю, вообще-то нифига нет такого. Ладно. Окей. Здесь есть ящик. На него, возможно, запрыгнуть. Но я ещё не пробовал. Мы сейчас будем это всё рассмотреть в третьем раунде. Так. Здесь что есть? Здесь что-то тоже есть. Ладно. Так. Ладно. Окей. Что здесь? Можно ещё смотреть. Так, река. Река. Здесь лодка. Здесь я где-то эту лодку уже видел. И в КС 1.6, если ты падал в воду, ты про... Ну, в общем, тебя убивали. Здесь такого нету, поэтому можно спокойно вот проходить вот по лодке. Здесь можно пробежать туда. Нет, туда нельзя. Там, смотрите, я начинаю как-то медленно идти и всё. Останавливаюсь полностью. Да. Так, дальше. Что здесь ещё можно посмотреть? Значит, если идти сюда, прям по реке. то можно найти ещё одну лодку. Какой-то ещё путь здесь. Так, что ещё здесь можно найти? Можно найти вот это место. Здесь тоже какие-то лодки. Там вдалеке где-то какой-то город. Точнее, даже... Три, да. Две города. Там, кажется, какой-то лес вдалеке. Здесь какой-то город, где видно башню и какие-то ещё дома. И третий город. Там совсем уже другой город. Это... Я не знаю что. Но он в тумане. Его... Его видно, но не очень. Так. Здесь надпись. Сервизио... Гондол. Да. Ладно. Так. Здесь можно взять эту лодку. Это не лодка, ребят. Так. А. То есть там планета есть. То есть вот. Я могу поставить бомбу на планета. Ладно. Ну что ж. Что ещё? Здесь можно посмотреть. Так. Здесь можно спрятаться вот здесь. Это вот идеальное место будет, чтобы отстрелиться здесь. И немного там. Ладно. Здесь. Если запрыгну сюда и... Возможно. Сюда возможно как-то запрыгну. Но это не точно, ребят. Так что, если хотите, попробуйте. Да. Здесь опять бесконечность. Да. Здесь бесконечность. Значит. Эта карта бесконечна. Так. Здесь какая-то дверь. Но она закрыта. Поэтому она закрыта. Да. Да. Плэнта. Мы дошли до плэнта А. Это значит. Всё. Конец карты. Там дальше какие-то дома начинаются. Но они, наверное, не важные уже. Потому что мы осмотрели всю карту. Которую мы здесь видели. И в общем так. Ну что ж, друзья. Вот я перешёл. Почему ты... А, да. Вот так вот. Можно летать здесь. Здесь, значит, белая такая... Ну, точнее, как белая. Тут какое-то похоже на небо. Можно увидеть какой-то квадратик. Типа солнце, что ли. Да. Солнце это и есть квадратик. Так. Вот. Да. Маленький белый квадратик. Ну, ладно. Пока что не об этом. Спускаемся вниз. Ладно. Осматриваем сам город. Как он вообще сделан. Чтобы, ну... Меня постоянно не выкидывало на... Раунд. Вот, смотрите. Мы были здесь. Здесь можно увидеть какие-то статуи каких-то людей. Да. Так как у меня графика на полную поставлена. Поэтому их так круто видно. Так, дальше. Здесь можно ещё увидеть что? Значит, здесь можно увидеть какие-то часы. Здесь можно увидеть солнце и что-то похожее на нашу планету. Или что-то ночное и дневное. Да. Что-то типа того. Так. Дальше. Здесь ничего такого особенного я пока что не вижу. Так. Здесь даже слышно, что где-то какие-то колокола. Но это, видимо, я не знаю. Это просто звуки. Потому что здесь ничего такого нет. Так. Здесь ничего нет. Я не уверен, что сюда вообще можно попасть в игре. Потому что здесь закрыто вот таким вот забором. Вот. Здесь даже написано «Полизия». Да. Всё закрыто. Ладно. Давайте посмотрим дальше, что здесь есть. Так. Мы ещё не ходили туда. Значит, здесь. Здесь, значит, дверь. Кто же здесь? Вот этот вот мужик. Да. Есть. Да. Ладно. Здесь дверь. Она как всегда закрыта. Здесь можно ещё найти там, где я выпрыгивал уже. Точнее, где я был уже раньше. Так. То есть, если сюда идти. Вот. То есть, я здесь был уже. Вот наш спавн. Мы из него выходим. Например, идём сюда. И сюда можно попасть. Да. Там тоже есть дверь. Можно туда залезть. Как же туда? То есть, карта эта всё равно, она как-то соединена. То есть, никак вы не убежите никуда. Так. Ладно. Давайте теперь осмотрим то место, которое я хотел вам показать. Так. Вот это вот место. Почему его сделали так? Если вы помните Дэнферно, то именно здесь. Ну, точнее, не совсем здесь. Но что-то похожее на это место было в КС 1.6. И сюда можно было забраться. Ну, вот в это место. Такое же сделали и в Counter-Strike Global Offensive. Но это не инферно, ребят. Так. Здесь какое-то окно, но почему-то оно закрыто непонятно чем. Это что? Это стена в окне? Не понял. Здесь тоже... Это что? О! Мы можем туда пролететь? Нет. Не можем? Да, можно посмотреть окна, но они почему-то... А, да, вот так. То есть, можно посмотреть дом, как он выглядит вообще, да? Нет. Мы его не увидим. Ладно. Смотрим дальше, что здесь есть. Так, река. Ну, реку, наверное, я видел уже. Потому что здесь из реки ничего интересного нет. Так. Можно увидеть здесь нашу статую, которая стоит здесь. Непонятно, кто ее когда поставил, но она абсолютно одинаковая. Да. Так. Что здесь еще есть? Того, чего я не осмотрел. Здесь есть знак А. Я не знаю, кто смотреть будет именно на этот знак. Потому что, когда ты бежишь, ты, как бы, не будешь заменять именно... Замечать именно эту А. Ты будешь замечать, ну, я не знаю, плент. Ты будешь замечать вот что-то такое. Но там... Тут тоже А. Смотрите, как странно. Ладно. Давайте залетим сюда. Посмотрим, что там находится. Да. Там ничего. Там пустота. Это просто какое-то... Ну, там нифига нет. Вот. Это конец. Потому что дальше текстуры, смотрите, какие они проработаны. Вы просто посмотрите, что это такое вообще. Это... Разработчики, вы что сделали? Вы только посмотрите. Вот, смотрите, вот. Вот это вот. Это есть на карте. А дальше, то, что вот это вот, белое вот это вот полуздание, или я не знаю, как это называть. Там даже, смотрите, оно какое-то прозрачное, и текстуры какие-то... Ну, не текстуры, ребята. Это даже какая-то хрень. Вот. То есть я могу даже попасть под текстуру. То есть эта карта так не проделана. У нее столько много багов, которые надо исправить. Это просто... Их надо просто исправлять. Потому что здесь, если поискать, их очень много. Да, здесь есть такие штуки. И вот города. Так. Ну, наверное, я в них не смогу залететь, потому что вряд ли у меня получится. Хотя нет, я далеко отлетел. Смотрите, я прилетел в город. Серьезно? Да, здесь существует он. Смотрите. Такой какой-то белый город, на котором... Нет. Это все какое-то... Ну, просто... Так кажется, что это дома. На самом деле это не дома. Это какая-то такая... Я не знаю, как это назвать. Это какая-то хрень. Так, здесь есть такая штука. Ну, вряд ли кто-то ее увидит, потому что... Ну, вряд ли кто-то будет смотреть именно сюда. Так, мы можем увидеть... Там какие-то башни. Так, нет. Все, я дальше вылететь не могу. Так. У нас есть карта дальше, но... Это текстура уже самого, наверное, неба. Потому что, смотрите, даже вода у меня начинает глючить. А здесь вода. Вы не поверите, но здесь вода. Ведь кто-то должен здесь плавать. Видать, да? Вот вы посмотрите. Вот я под водой плыву. Это что такое? Это прикольно сделано. Это реально прикольно сделано. Но как-то непонятно. Так. Так, и третий город, это тоже не город. Это просто текстура. И тот город так же похож, как тот город. Это просто текстура неба такое. Вот. Значит, что здесь еще в такой... В карте того, чего я могу рассказать. Так. Здесь, значит, смотрите. Вот когда мы идем сюда, мы видим такую вот башню. К ней подлететь невозможно. Никогда. К ней подлететь невозможно. Да. Потому что здесь начинается сразу глюк. Начинает глючить как-то вода. Нет, не глючить. Ну, немного. Ладно. Как только я начинаю подлетать к ней, чтобы осмотреть вот эту текстуру, я сразу не могу попасть к ней. То есть, я не знаю, как это назвать. Но я вот попадаю в такую вот... В какую-то такую штуку. Да. Да. Поэтому я возвращаюсь сюда. Ну, вообще, если так подумать, карта сделана очень даже круто. Это новая карта. Ее одобрили. Валв. Поэтому будет, конечно, интересно сыграть именно на ней. А не на каких дастах. Потому что даст уже как-то надоел. И поэтому сделали новую карту. Кстати, вот эти вот штуки тоже интересно сделаны. И, наверное, на них можно залезть. Но это не точно. Потому что я не проверял. Я проверил только основные такие места, на которых можно спрятаться и везде. Да. Ну, здесь нельзя. Потому что здесь закрыто. Вот. Видно. Если бы можно было, то можно было туда зайти. Но зачем это сделали? Я вот просто не понимаю. Да. Здесь можно пройти. Вот здесь можно даже убить. Если здесь будет стоять враг, и он увидит того, кто пройдет здесь, то он спокойно его убьет. Так как здесь, именно здесь, можно пройти. Да. Здесь можно пройти. Да. Сюда вниз. И можно выйти. Вот сюда. Также можно зайти обратно. Так. То есть нельзя фотографировать, нельзя курить, нельзя рабочим, нельзя телефоны, нельзя фастфуд и нельзя пистолеты. Но мы все это нарушаем, потому что мы это все нарушаем. Так. Ладно. Здесь написана какая-то реклама. Она абсолютно... Нет. Она не одинаковая. Смотрите-ка. Нет. Она одинаковая. То есть сделали несколько таких штук, которые совершенно одинаковые. Ну, точнее, кроме этих. Я не понимаю, да. Здесь у нас есть такая полка. Нафига она нужна, я не знаю. Но здесь можно спрятаться где-нибудь вот так вот, посидеть там, кого-то поубивать. Ну, в общем, да, это был обзор карты The Canals. Это новая карта для CSGO. Ее уже одобрили, и можно на ней поиграть. В общем, если вам понравился этот выпуск, обоссоединительный. Все сделайте, как я сейчас скажу. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Бас. Бас. Бас.